Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Казоку Фэмили. Если вы видите это видео, точнее то что на экране происходит, то мы уже начинаем потихоньку заканчивать френдбол. Может это предпоследняя серия, а следующая последняя. Вот, так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик. Всем приятного просмотра, а мы как говорится погнали дружочек. Так что полный вперед. Таблетки? Ну куда они? Дом. Наверное дом в этом направлении. Не двигайтесь, вы показывайте мне дорогу домой. Угу. Дорогу... Домой. О нет, мне нужно было трогать таблетки. Плохая френд, плохая приплохая. Так. Ножик. Ха. Забавно. Лисовка, конечно, угарчик вообще. Опа. Фрэн! Ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше 20-35. И как я вижу, ты больше не западнее. Интересно. Так или иначе, позволь мне представиться, я Итворд, твой верный друг. Итворд, я вас знаю, вы кажете мне знаком. Да, я создание ночи, мы играли вместе. Я помог вернуть тебе мистера полночь обратно, помнишь? Правда? Хм, по-моему, мне самому удалось найти котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Нет, я не сводил сестер с ума, они считали, что это был я. Понимаешь? Но всё потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что вы подразумеваете? Они не заглядывали в себя. Они обвиняли меня и не признали этот факт, что родители их никогда не любили. Ну давай не будем говорить о сёстрах, окей? Разве ты не узнаёшь меня, дорогая фрэн, длинный человек в цилиндре? Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. Я пришёл к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала, вы выглядите очень знакомы, не могу этого отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что... Ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Отвезти меня домой? Я не могу этого допустить. Я вас не знаю, я не причиняю тебе вреда. Я не создан из тьмы, я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим, я пойду с вами, но я всё вам ещё не доверяю. Ну и отлично, идём. Я хочу тебе кое-что показать. Так. Летальный аппарат и твардан. Мне нравится, на нём много кнопок. Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же ещё нет два... два... Двух тридцати пяти. Замечательно, но что значит два тридцать пять, сэр? Я не понимаю. В этот момент время замедляется, что позволит нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности. А ты являешься частью третьей реальности, понимаешь? Да, я понимаю, звучит безумно. Ну, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину? Ждать? Конечно нет. Ты можешь достать воду и огонь ягоды. Хорошо. Наверное, лучше сделать... Отлично. Вот моё удивительное ведро ручной работы. Поливалка, что ли? И огонь ягоды, ты поймёшь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо. Зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом, но их хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи, от камалов. Камалы? Понятно. Только бы они не крутились вокруг аппарата. Никогда не угадаешь, но мы знаем, что они не любят воду. Так? Ох, дорогая, чуть не забыл твои таблетки, они тебе нужны. Некоторые вещи всегда ещё невидимы для твоих глаз. Ундерстен? Вот. Невидимы для моих глаз? Ммм, понимаю, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. А, да, насчёт этого, извини, мне нужно было как-то привлечь твоё внимание. Ничего, сэр, я выбрал основание ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Отлично, я подготовлю машину. Ммм, прикольный чувак. В принципе, можно и такой спринт сделать. А ну-ка. Чё за фигня? Кого они жрут? Ммм, да. Ну и ладно. Это она говорит? Что? Я думал, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать? Я не... Никаких манер. Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я гнилой. По-моему, это всё неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер Лось? Я не лось, я смерто-черть. Простите, смерто-черть? Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь предаю земле то, что существа забрали. В чём они больше не нуждаются? Где вы? Чё? Здесь. Ты меня видишь? Вот вы где. Вы такой крошечный. Привет. Привет, френ. Могу спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мёртвых животных. Ты падальщик? Конечно, нет. Я хотела собраться на него и достать ягоды. Понятно. Думаю, это возможно. Лось всё ещё крепкий и твёрдый. Но в они ягоды горят. Ты можешь обжечься. Но мне нужно их как-то взять. Удачи, взбирайся. Спасибо. И чем я могу взять? Блядь. Суптопа мы срезать их можем? Тайопа, РСТ. Ну, слезай тогда. Я откуда знаю, как это? Это ещё. Сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно... Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Так, подожди-ка. Вниз опусти. Я встречала таких, как я могла... Как мило с твоей стороны любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Вы застряли? Вовсе нет. Мы просто хотим наши сделать волосы длинными. О, звучит потрясающе. Так, подожди. Так, подожди. А здесь что? И чё это дало? А-а-а. Бля, так бы и сказали. Так, подожди. Попростить. Мне нужна помощь. Привязать ведро к вашим волосам. Привязать ведро к волосам? Зачем? Звучит безумно. Мне нужна вода из-под утёза, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы как верёвку. Прошу, help me. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Спасибо, вы очень добры. И сколько ждать? Так, отлично. Спасибо. Теперь мне пора, я должна идти. Ну разве дом находится где-то? Что, простите, я не поняла вопрос. Я имел в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь, там ты найдёшь много дверей, чтобы открыть. Звучит красиво, я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Забирай ведро. Так. Подожди, а тушить надо? Серьёзно, надо тушить или нет? Я, сэр, могу забраться на лося. А, вперёд. Ха-ха, прикольно. Эта червь охраняет этого лося. Так. Теперь я могу взять ягоды. Ну их-то срезать, наверное, надо, нет? Ну, естественно. Так. Всё, мы это сделали. Это что такое? Волос. Так. Теперь нужно... ...продать ягоды. Чувак, держи. Сэр, я принесла огонь ягоды. Великолепно. Это будет достаточно, моя дорогая. Так, и ведро, походу, да? Так, подожди. Ну? Вот ведро. Ты имеешь в виду Люцифернов, да? Они милые, но только в этой реальности. Они опасны, если ты столкнёшься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Сжечь? Но я ещё не была. Не рекомендую. То, что имеет смысл, потому что пагубно на тебя сказаться. А, я забыл поблагодарить тебя за воду. Спасибо, Фрэн. А, сейчас два... А, ну, естественно, погнали. Нет, чё. Не удивилось, если бы ещё полёт Валькирии выиграл. Сейчас у нас есть возможность дозить цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Фрэн? Я бы радовалась, если бы лучше понимала реальность. Скоро ты поймёшь, ответы не так легко распознать. Как по мне, звучит странно. Время течёт, как должно, чтобы ты была жива. Если бы всё это произошло, ты бы, наверное, взорвалась. Что ответы, которые ещё придут ко мне, когда захотят? Не совсем знаю, что бы я сказал. В течение времени ты должна испытать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдёшь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Я понимаю, теперь я рада, вы пробудили во мне любопытство. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытной и будешь всегда удивляться. А сейчас, Фрэн, нужно заняться делом. Разговоры не доставят. Каким делом? Машина нуждается в ремонте, и ты отлично справишься. Вот огонь ягоды, что ты собрала. Ага. Они понадобятся для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию ты найдёшь. Но ты вольно ходить в любом помещении, в каком захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. У тебя возникнут вопросы, и я буду здесь. Ммм, но я никогда не делал ничего подобного. Что делает это более увлекательно? Веселись, моя дорогая. Ладно. Окей. Мда. И нифига не понятно, да? Так, изолента. Чего? Компьютер? И как? Компьютер? Чего? Компьютер? 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 Нифига себе, как сложно. Ладно, пофиг. Я хочу в эту хрень играть. Кнопка, чтобы дверь открылась. Тот самый вход. Нифига тут в ходу. Извиняюсь. Театр какой-то, блядь. Ну... Интересно. Нифига не понятно. Офигеть. Химия, блядь. Это шо такое? Ёб твою мать. Какой огромный молчок. Так, подожди. Может имеется ввиду? Ну, естественно. Так. Открываем банку. Какую банку? Заливаем в бак ведро. Надеюсь, да? Теперь бак полон. Закрываем. Так. Здесь изоленту надо применить, да? Да. Так. Зелёный рычаг. Три. Опускаем влево. Влево. Окей. Оранжевый витель. Четыре. Четыре. Так. Колонки пять. Правое положение. Окей. Шесть. Спичками, что ли? В смысле не идёт газ? Я же... Может сейчас пойдёт? В смысле не идёт? А! Ну? Должен же пойти, блядь. Отлично. Так. Всё, заработало, нет? Оно ж так всё должно работать. Я ж не ошибаюсь. По-моему, нет. Окей. Так, подожди. Подбираем. Розовый шланг. Этот шланг. Так, подожди-ка. Мы здесь таблетки можем употребить. Нифига себе. Трэш. Интересный поворот. Интересный поворот. Ещё шланг, походу. Так. Верхнюю левую колбу. Вот в эту, что ли, блядь. Афм. Допустим. Ага. Слева направо это как? а 18 капец а вот и элементы так подожди элемента 18 смысл куда ты наливаешь да ё-моё а как а как колбу то взять а куда наливать то вопрос ведро что ли нет подожди-ка а подожди-ка случайно не это пустая колба нет чтобы пить воду ага конечно мне не нужен карандаш 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 потому что он блять наш он блять наш он блять наш нам не нужен карандаш карандаш блять здесь бы реально не затупить то блять так 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 а а еще и шлангами все блять соединять подожди а как подожди слева направо берем смысл а подожди слева направо берем смысл а так подожди а как мне шланги соединить там блять какие какие с какими вопрос неработающие вещи подожди подожди так что ли а последний куда куда последний блять блять дайте скомбинировать заебали смысл зеленая смысл не зеленая а где зеленая а где еще шланг нихуя не пойму блять вы ахуели а где еще шланг последний зеленый блять у меня еще шланга не хватает блять ну чё блять и где блять вот он нн ебаный в рот я походу слепандя так о о в какой алимент вопрос вот как сейчас откуда она наливает вопрос знать как это все работает я не понимаю тут далее на полке справа видим пузырьки берем их в порядке указаны на плакате так первой колбе лежат ягоды чего блять серьезно так подожди элемента 18 во вторую это в какую во вторую fm что или в какую в третью колбу 1234 блять серьезно это вторая была 18 ладно в третью наливаем дпф вот это что ли точно четвертую р-15 четвертую р-15 и в пятую н-166 вот так и чё голубой шланг во вторую колбу зеленый шланг клацаем в третью колбу зеленый шланг в третью колбу в смысле вроде все правильно расположено красный и синий красный и синий красный и синий красный и бл고 вверх ну и чё серьезно с пришедшими фрэн я наконец-то смог починить тебе нужна помощь думаю у меня тоже все получилось так подожди а очень хорошо похоже все прекрасно да все выглядит просто что нам теперь делать я хотел узнать боишься ли ты кроликов в одной из комнат есть маленький кролик я сильно его боюсь ты поможешь мне от него избавиться думаю зависит от кролика сэр я не могу представить лишь один вид кролика это шоколадный или рогатый с глазами убийцы мне нужно увидеть самого этого розового носа синие ботинки ха он там просто сидит не моргает не шевелится и постоянно пялиться на тебя очень страшно покажите его иначе никак никогда не узнаю ты очень храбрая следует за мной за чей весь дверь справа пакет 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 он пошел сюда нам м м м м м м как по мне это просто игрушка не могла бы ты налать с ним контакт я не осмелюсь его трогать я возьму кролика и покажу вам что нечего бояться Мне кажется, сейчас... Это пушистый кролик. А, ты права, здесь нечего бояться. Мистер Полноч, это не смешно. Вот урод. Э. Так, и что нам делать? Вопрос. В синюю кнопку левой двери. Ну, давай. Мг. Батарейка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Батарейка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Батарейка. нашей любви села батарейка прикольных сетей жуки поют батарейка электрический щиток ты проверь к ничего гаечным ключом сейчас подожди давай и чё готова я вайк тяной мистер симпай вот вы не виние и не виние и давай мы не виние и виние и виние и виние и виние энергии энергией маза папа и коннектику с так спала чё серьезно погнали ммм вкусная морковь развивает кровь так расположение цифр 3 5 2 4 нет стоп 35 241 35 241 что-ли ладно пофиг чё дальше серьезно принимаем таблетку у я себе здрасьте блять механический кролик у я себе злой и голодный блять спорим умором этому ее вещи морковку и чё чё сожрал сука чё-то мне кажется тут какая-то подъем очка чё блять а ну-ка еще раз блять что там было у него блять дожди-ка блять какая цифра у этого уёбище было 3 а 5 и действительно блять 5 так окей так дожди мать тут головоломки блять мать тут головоломки блять а так подожди о Серьёзно? Ещё раз? Не понял. И чё? А, крутим большой вентилет. А ну-ка. Это кто? Родители? И чё? И чё? Да уж, веселье полное штаны. Так. Барабан, в смысле барабан. И в каком положении крутить? А где этот барабан, блядь? Символ воды. Какой нахер барабан вопрос? И чё? А где это? И чё? И чё ты? И чё ты там, да? И чё ты? И чё ты? И чё ты? И чё ты там, да? Так, подожди. У нас два положения только, да? Это батарейки тут были, окей. Окей, ясно, давай. А, вот этот, блядь, люк. Твою мать. Так. Ага. Значит, над самим есть маленькая кнопка. Крутим барабан. Справа восемь раз. Справа восемь раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А-а-а, подожди. Это понятно, это ручка. Кнопка сброса. Ладно. Рядом с ним. В следующей последовательности. Вправо восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вправо пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Влево восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вправо шесть раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И влево десять раз. О! Зашивись. Ну. Ну что тут происходит? Синюю кнопку, ну давай. С днём рождения! В честь дня рождения думала хотите убить мистер Полночь. Мы соврали, чтоб тебя отвлечь. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая френд. Присядь. Поешь торт. Ладно, спасибо, котик. Вы меня очень удивили. Спасибо вам, Итвард. Тор сделан из твоих любимых ингредиентов. Полночь мне рассказал. И у нас есть кое-что особенное от всей команды нашего корабля. Ну. Что это? Мне нравится упаковка. Да, открой её. Так. В ультрареальность. В ультрареальность. Да подожди ты, не ори. Нифига себе. Игрушечный кот. Он красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, как ультрареальность. Ультрареальность. Ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-то пояснения. Ну. Да. Так. Смесь из различных реальностей. А ультрареальность это невидимая комната, где всё существует одновременно. В это самое время в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи. Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Да. Люди могут различать прошлое, настоящее и будущее. Возможности предъявить вещи ограничивают реальность. Это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другие восприятия окружающей среды, но не связаны. Ты понимаешь? Я не уверен, а думаю, возможно у них голова идёт кругом. А, это от того, что корабль то поднимается, то опускается. За две свечи мы скоро достигнем цели. Ты слышал, котик? Да, мы вот-вот прибудем. Ух ты, как волнительно. О, нет. Что-то происходит. Что происходит? Ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь корабль не сломается. Ты должна помочь, мне снова нужно везти машину. Камалы уничтожили автопилот. Ты должна от него избавиться. Как мне это сделать? Вода, она очищает от грязи. Ну-у-у. Боже мой, мне страшно. Мне тоже моя фрэн. Мы должны найти Камал. Очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдём. Поворот. Так. Нифига себе. Поворот. Сёстры, блядь. Ключ. А чего он? Да, нифига себе поворот Клоун Подожди, а ключ этот Близнецов А отчего ключ реально-то? Подожди Нет Подожди, а может быть Блин, а отчего ключ? Чё за прикол? А у нас кнопка заработает? Или нет? Ёпарасите Для чего чайник я так, в принципе, и не понял Ё-моё Так, подожди-ка Я чё-то нифига не понимаю Я запутался, капец Ёпарасите Это они, что ли? Вот урод Так, подожди А-а-а-а Колонки Ну? В смысле, заматываем изоленту Под каплей воды ведро из инвентаря? А-а-а-а Подожди Так, подожди А-а-а-а А-а-а Его заманить надо, этого придурка? Он убегает Он же Ублюдок Так А-а-а Вот он Так Окей Тянем В смысле, тянем Авто Ублюдок А-а-а В смысле, блять Ублюдок Может, Фагер прятаться, а? Я лучше, она доверна Вернуться к Итварду Так Смотрим видеоролик Блять, а отчего ключ? Мне прям, сука, интересно Лампа В натуре, а отчего ключ? Чё? Нет, серьёзно? Это от него? Ну? Крути В сотка на мире И света и тьмы Шарм друг у друга сестры Украли После всего решить не могли Верно ли то, кем они Стали Не я злилась А Клара грустила Безумие К двоих Охватило А-а-а Безумные девочки Ах У них поселился Внутри Страх Наверное Итвард Создание Ночи Был он посюду На его его снах Ага Получало величие Их раздвоение Не могло Уложиться В их головах О Итвард Был другом Меж светом И тьмой Итвард Был сер Но Клара и Мия Однажды Решили Избавить себя От него Навсегда Убли Существо Они Залопили Но За место Сестру Убила Сестра Умершие Сестры Ла-ла-ла-ла-ла Да Друг друга Винили Твоя Вина Клара Твоя Вина Мия Итвард Пришел Последний К ним Раз И он Им Сказал Вы Обе В ловушке Ну Дам Я вам Шанс Нифига Себе И продолжим Мир был К вам Жесток Чтоб Себе Доказать Ваши Ваши Вместе Зеркало Зеркало Дали Чтоб Вы могли Наблюдать Я Я дам Я дам Вам Лишь То Что У вас Уже Было Только Один Крошечный Шанс Понять Смысл Жизни Но Время Уплыло Осталось Его Немного У вас Лишь Код Пропадет И В колодец Дверь Будет Открыта Конец Все Что Ли Ну Да И Сестры Пропали В Один Тот Ж Час Да Что Такое Итвард У нас Получилось Хамала Исчез Он Исчез Но Слишком Поздно Я Не Могу Достать Тебя Домой Мы Снижаемся Нет Не Говорите Это Нечестно Нечестно Я Всегда Буду Заботиться Тебе Моя Дорогая Трэш Отчет И Корабль Падал Пока Не Разбился Все Все Было Уничтожено Трав Баба И Нет Его Конец В смысле Конец Но Это Очень Грустный Конец Итвард Расскажи Мне Другую Историю Хорошо Это История Обо Мне И Фрэнд Боу О том Как Она Обещала Никогда Не Забывать Про Меня И Про Магию Я Обещаю Итвард Я Никогда Тебя Не Забуду Хорошо Теперь Пора Спать Жди Меня В своих Снах Мой Друг Офигеть Глава Четыре Предписание Доктора Часть Вторая Интересно Олененок Дает По съемам Итвард Ой Котик Мы живы Мы пережили Крушение Неужели Да Мы живы Мда Но Итвард Пропал Он Привез нас Домой Мы за Городом Фрэнд Я Чую Это Ты Уверен Котик Мы В самом Деле Дома Я Думал Ты Будешь Счастлив Это Слышать В чем Дело Мне Интересно Где Итвард Я Хотел С ним Попрощаться Может Ты Примешь Таблетки Чтобы Увидеть Его Снова Да Котик Но Я Уже Принял Все Таблетки Банка Пуста Так Или Иначе Пойдем Домой Может Итвард Навестит Меня Когда Нибудь Так Направляемся Куда То Там Да Так Понимаю Что Направляться Нужно Аж Сюда Да Город Боже Мой Это Наша Улица Да А вот И дом Походу Да И вот Мы Здесь Дом Выглядит Серым Чем Я его Помню Что ж Надеюсь Тетя Грейс Будет Рада Меня Видеть Ага Тетя Грейс Чего Я взяла Ключ В смысле Что за Пойдет Дождь В моей комнате Ну Естественно Тетя Грейс Ау Может Я Не Дома У Тебя Есть Ключ У 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 Я Я Знаю Что Здесь Где-то Спрятан Запасной Нужно Просто Вспомнить Где Давай Найдем Его Найдем На горшок Справа Подожди Котика Попросить А Давай Найдем Ключ В смысле Ну Подожди Че Серьезно Ну А Как А Как Вопросить Котик Да Блять Подожди Велим котику Пороселью Забраться Иди сюда Котик Ты должен Я не смогла Найти ключ Похоже Я его уже Забрала Так Звучит Очень странно Да Очень странно Я нашла Только записку Теперь Чтоб попасть Ты должен Забраться Открыть Мне дверь Ну Хорошо Ты сможешь Котик Будь осторожен И че там Мистер Полный Котик Открой Дверь Фрэн Не могу Это поверить Где ты была Охренеть Доктор Дин Прошу Не отправляйте Меня снова В клинику Я уже давно Тебя Разыскиваю Как ты сбежала Я сбежала Через желтую дверь Сэр Он внутри С минуты на минуту Он откроет Дверь Фрэнк Для неправды В глаза Твой кот Умер Ты должна Пройти Со мной Вот Ублю Охренеть Не встать Прости меня Прэн Я не хотел Тебя напугать Или навредить Я просто Беспокоюсь Заполнить Сер Вы заставили Меня его Оставить Он в самом деле Жив Конечно Зачем мне Об этом Врать Это неправильно Знаешь Фрэн Я был уволен Из клиники Потому что Слишком много Знал Я обнаружил Вещи Которые Пока Не понял Я действительно Думал Что ты Мертва Взгляни Эти документы Да Серьезно Охренеть Серьезно Мы должны Пушистое Ну что Произошло С этими Девочками Так Освальд Проводил Над ними Эксперименты Он Шил Их Вести В основном Чтобы посмотреть На реакцию ДНК Но ничего Не произошло Спустя Несколько Месяцев Они умерли И их тела Бросили в колонис Это ужасно Вы не можете Меня с вами Отправить В клинику Не волнуйся Не отправлю Я взял Тебя с собой Чтобы ты Помогла Мне Может мы Найдем Зацепку К тому Кто ответил За все Это безобразие Спасибо Доктор Возможно Полонтрас Б Прав На ваш Счет Вы Неплохой Доктор Вы просто Старик Следующий Правил Что ж Только не Сегодня В смысле А Ну Ого Мы на месте Но это кладбище Сэр Что мы здесь Сделаем Увидишь Пойдем Следуй за мной А Ну мы уже Кстати Почти прошли Эту главу Так Забираем Лом Нам только Лом надо Забрать Было Деревянную Дверь Какую Деревянную Дверь Ладно Сейчас Разберемся Кладбище Это место Покоения Твоих Родителей По-моему Вы перевезли Меня сюда Прости Меня Правильно Такого Правда Твои родители Были убиты Зная Кто Ях Убил Мы сможем Сделать Все Правильно Что вы Подразумеваете Подправильно Если мы Найдем Виновных Мы Восстановим Справедливость Используем Закон Чтоб Наказать И Предотвратить Подобное Поведение Впредь Я понимаю Для чего Вам нужна Моя помощь Чтоб Найти Улики И Доказательства Нам Нужно Открыть Гробы Хорошо Сэр Я Помогу Может Смерть А черви Уже Приходили Кто В любом Случа Нужен Найти Лопаты Я Пойду Налево А ты Можешь Пойти Направо Увидимся Здесь Через Несколько Минут Доктор Дин Скоро Увидимся Так Окей А вот Эту Дверь Да Ломом Ты Должна Себя Вести Тише Фабио О Я Фрэн Привет Малыш Шишка Что Боже Мой Великан Так Подожди Прошу Не бойся Я не Причиню Тебе Вреда Я думал Что Великаны Могут Нас Видеть Думаю Это Потому Что У меня Очень Большие Глаза А Понятно Я Себастьян Собиратель Племени Собиратель Племени Звучит Интересно Прямо Сейчас Мы Пытаемся Найти Немного Блестящей Кожи Она Нужна Нам Для Брачного Обряда Довольно Интересно Блестящая Кожа Да Раньше Мы Использовали Человеческую Но Смерт А Через Захотели И Обратно Поэтому Мы Ищем Что-то Более Искусственное Что ж Надеюсь Вы Сможете Найти Немного Кожи Себастьян Не окажешь Мне услугу Зависит От услуги Гигантская Мисс Я Подумал Что Можешь Открыть Мне Дверь Изнутри Это Я Могу Но Могли Бо Помочь Друг Другу Принесите Мне Кусок Кожи И Откро Дверь Договорились Где я Найду Посмотрим Что я Смогу Сделать Блестящая Кожа А Подращаемся К Автомобилю Ок Удобные Так Сидения Так Подожди Сидения Вот Теперь Кожа У меня Чужда Дыра Еле Заметна Ок Дом Безумие Ну че Погнали Ну че Дружок Держи Милый момент Что такое Скрим Сразу Срабатывает Спасибо Гигантская Мисс Наше племя Пенези Усов Будет счастлива А теперь Я открою Дверь Давай О Красавчик Спасибо Ты в порядке Себастьян Себастьян Я в порядке Мисс Да Хорошо Спасибо Не за что Гигантская Мисс Фабио Эм Мне нужно Идти Доброй ночи Подожди У меня Есть кожа Фабио Лол Эл Лопата В смысле Нет ничего Полезного Подожди Осматриваем Кладовку А зачем Мы ее Открывали Вопрос На кладовку Смотри Я нашел Пару лопат Давай копать Давай Охренеть Просто Так Что там Мы нашли Да Но теперь Нам нужно Чем-то Открыть Гробы Они Состряли В моей Машине Был лом Но я Не смог Его найти Это я Забрала Лом Мне нужно Было Открыть Им Дверь Вам Его Вернуть Нет Нужды Но теперь Будет Оказана Часть Открыть Гробы Хорошо Сэр Там Какая-то Трешня Будет Да Ну О Господи Это же Этот Мистер Помнит Что ли Или Кто Это Что за Собака Или Это Не Собака Родители Мама Ты Такая Худая Конечно Блин Гробы Режет И Папа Папа Смертно Часть Забрал Твои Глаза Ты Видишь Что-нибудь Нет Мне Очень Блохо Из-за всего Видеть Твоих Твоих Родителей Также Этот Мертвый Кот Не Мой А Не Брут Правильно Я Говорил Тебе Твой Кот Пропал Возможно Это Действительно Твой Кот И Может Быть Я Нашла Своего Котика Поверь Ты Мне Отвезите Меня Домой Я Вам Покажу Хорошо Я Отвезу Тебя Обратно Нужно Найти Кое-какие Улики Спасибо Сэр Пойдем Пойдем Растворился В руках Тьмы У тебя Нет Никаких Манер Я Боже Тебя Не боюсь Я Забрал У тебя Свет Кого Ты Любишь Кого Уважаешь И Того Чей Любви Ты Желаешь Охренеть Да Трэшачок Бедное Павшее Духом Дитя Дом Безумия Внутри Зовет Тебя Окунуться Ну Да Клетка Если хочешь Найти Тех Кто Любит Тебя В темноте Ты должна Быть Готовой Очнуться Очнись Френ Очнись Вейкап Френ Отсылка К Глава Пятая Дом Безумия Глава Пять Тетя 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 Крепко, моя крошка, Фрэн. Мда. Не оставляй меня здесь, тетя Грейс, вернись, пожалуйста. Почему она ведет себя так странно? Зачем видеть мистера полночь? Котик не мог убить моих родителей. У нее крошечные мягкие лапки. Лишь бы с ним все было хорошо, но что мне теперь делать? Безумный звук, он не прекращается. Кажется, я поняла, что Савчик сказал, что время это слоистая реальность. Возможно, в этой комнате есть другая версия меня из другого времени. Или я просто все выдумываю, но если это правда, как мне с ней связаться? Доктор Дин сказал, что все в моей голове. И че? Серьезно? Ну ладно, я в принципе думаю, на этом моменте, наверное, можно закончить игру. Ага, в меню мы можем вернуться, окей. Кровать мистера полночь, я слышу как... Ладно, не важно. В общем, сколько мы там поиграли? Нормально. В принципе, ни много, ни мало. Вот. В принципе, это была уже предпоследняя глава. Глава пятая, по-моему, будет последняя. На самом интересном. Финал, грубо говоря. Я надеюсь, вам эта глава понравилась. Была очень интересно, информативно. Про родителей Френ, про доктора, про котика. Вот. А всем, в принципе, спасибо за внимание, дорогие дамы и господа. Всем до новых встреч. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. Не забывайте про колокольчик. Поддерживать канал, делать репосты ВКонтакте. Или еще где-нибудь, где вы там сидите. Мы есть в Телеграме, в Ютубе, ВК. Так что везде. А всем до новых встреч. В принципе, с вами был Казуков Фэмили. Всем до скорого, всем удачи и всем пока-пока.